Теперь я хочу вам проговорить такую вещь, как тембр, тембр голоса, есть такое определение, есть такое понятие, тембр это то, что отличает каждого из нас, каждый из нас, я вас услышу, отличу, не видя, потому что ваш голос, он индивидуальный, он индивидуальный, индивидуальность голоса, это тембр голоса, как происходит тембр голоса, тембр голоса зависит от очередной коробки, то есть о том, как напрягаются у нас разные мышцы в нашем речевом аппарате, голосовом аппарате, тембр изменить можно, но с этим надо работать, если он вас не устает, И сейчас мы с вами поработаем с тембром голоса, чуть-чуть, небольшое упражнение Итак, я прошу внимания, я сейчас вам покажу упражнение, как сделать так, чтобы голос был громче, но при этом воздуха вытратили столько же, и при этом не напрягали связки, это называется резонаторы Что делать? У человека есть резонаторы, он может их использовать для увеличения голоса Вот у Дианы, например, есть резонаторы, то есть она их использует, некоторые их используют по природе, некоторые не используют у этих людей белый шум или белый звук, так называемый У меня только два года назад, я перехожу, стал подключать резонаторы, до этого был белый шум Что значит резонатор? Резонатор, есть два резонатора, это верхний резонатор и мышцы Верхняя идея такая, мы используем нашу голову, череп наш, как усилитель звука Мы звук, воздух направляем вверх, и тем самым мы используем нашу голову, как огромный усилитель Мы можем говорить, воздуха чуть-чуть использовать, но он будет звонкий, его будет слышно Я сейчас покажу упражнения Я знаю два упражнения, один Юрий Юрьевич Витютнев мне показал, а другой тоже где-то подсмотрел Идея такая, итак, упражнение следующее Набираете воздух, открываете рот, но смыкаете усла И выпускаете воздух через нос И мычилу, и произносите букву М Но так, чтобы нос вибрировал Если опускать голову, звук будет ниже Это подключение, то есть необходимо научиться голос, то есть звук пускать наверх Верхние зубы, и тогда подключаются резонанты И второе упражнение, от Юрия Юрьевича Витютнева, звучит так Мёду мама, мёду Мёду мама Идея такая, чтобы вот здесь всё вибрировало Мёду, мёду мама Мёду, мёду, мёду Мёду, мёду, мёду Мёду, 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 мёду Мёду мама, мёду Мёду, мёду Может вы ещё раз повторите? Потому что я тоже не люблю Звук направляете в нос То есть в translated М М М М Звук Звук М М А мы воздух набираем? Да Можете набирать Это Да, должно быть чуть-чуть щекотно. Обратите внимание, кто ездит в маршрутках. Есть бабушки, которые ничего не слышно. А есть люди, которые говорят, вроде бы, видно, что они не сильно, то есть немного тратят воздуха, но так звонко, так четко. Это упражнение для маршрутов. Продолжение следует...